12 лет в этом кресле в качестве руководителя, сегодня в роли мудрого наставника и даже живой легенды. Ильгиз Гелазов вывел татарстанскую юстицию на новый уровень, поднял качество правосудия, повысил доверие граждан к судебной системе, значительно улучшил условия работы и жизни судей. За долгие годы работы судебных органов вы стали неоспоримым авторитетом вопросов защиты прав и свобод прав. Ваша преданность идеалу правосудия, мастерство в разрешении свободных дел, способность критически мыслить и принимать взвешенные решения, сегодня доохновляет молодое поколение юристов неукосновенно соблюдать высочайшие стандарты профессии и этические нормы. За высокий профессионализм в служении закону Рустам Иниханов наградил Ильгиза Гелазова медалью ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Награда, которая осталась, все награды, я не знаю, дальше будет работать, чем его награждать. Федеральными наградами будем наградывать. Ильгиз Гелазов судья российского масштаба. Его первый громкий судебный процесс был по делу, прогремевшему на весь Советский Союз. В 1989 году в Челнах изнасиловали и зверско убили 18-летнюю девушку. Убийца был найден и из-за большого общественного резонанса молодой судья Ильгиз Гелазов решил провести открытый судебный процесс на стадионе Гренада. Он шел в 4 дня в присутствии 5000 человек. Убийца получил высшую меру наказания. Это был один из последних таких приговоров в нашей стране. Я благодарен судьбе за то, что родился, живу и работаю в Казахстане. Но особо я хотел бы отметить работу, с кем было работать благотворно и полезно, это Кафель Фахарзевич Амиров и Асхад Ахмедович Сафаров. Без поддержки политического руководства нашей республики, а именно первого президента Миттимир Шарьковича Хаймиева, Раиса Республики Рустама Рукалевича Миниханова и других руководителей, сложно было бы решить те большие и значимые проекты судебной системы. Всем вам большое спасибо. В атриуме Верховного Суда есть целая стена, посвященная всем председателям Верховного Суда за все годы. Здесь и те, кто вершил высший суд до революции, и те, кто делал это в советское время, и те, кто делал это в непростые 90-е. Отдельным вниманием ослуживает тот факт, что если все портреты предшественников Ильгизы Гелазова написаны маслом, то его, возможно, пока олицетворяет фотография. Но это ли не тот признак современной эпохи, которую в годы своей работы, прежде всего, своими делами олицетворял и он сам? Как отмечают все, кто работал с Ильгизом Гелазовым в разные годы, его вклад в юстицию неоценим. При нем были построены 11 капитально отремонтированных десятки судов. Когда был первый визит Ильгизии к нам в город, на грани Челны, он видел ужасающее состояние мировых судей. И вот, видимо, этот год послужил побудительным мотивом, и благодаря его насточивости и воле руководства республики, в настоящее время мировые судьи республики Татарстан находятся в совершенно других условиях. Именно при Ильгизе Гелазове в 2013 году внедрили электронный документ оборот. По его инициативе впервые в России судейским работникам начали выделять жилье по соципотеке. Каждый год по 20 квартир. Очень большая работа была сделана в части и профессиональной, и материально-технической обеспечения, и взаимодействия со средствами массовой информации. Он всегда нам говорит, что принимаемое нами решение должно отвечать требованиям законности и справедливости. Сегодня Ильгиза Гелазова провожает главы ведомств всего силового блока. Его ученики – бывшие коллеги. Почетная отставка не говорит о том, что Ильгиз Гелазов уходит на заслуженный отдых. Его опыт будет востребован в республике. Такой вывод напрашивается из слов Рустама Миниханова. Ильгиз Ильич никуда далеко не уходит. Его опыт, знания, авторитет. Он будет недалеко от вас, рядом, и вы сможете с ним общаться.